Здравствуйте, уважаемые друзья! Я сегодня нахожусь в гостях у замечательной семьи из Львова. И, пользуясь возможностью, я хочу взять небольшое интервью у старшей дочери, которая зовут Александра. И эти вопросы будут связаны с тем, как она адаптировалась к учебе, к школе местной здесь, в Канаде, и как она вообще учится, какие у нее впечатления о местной школе. Итак, Саша, скажи, пожалуйста, сколько тебе лет сейчас? Мне сейчас 14 лет, и скоро будет 15. Когда, сколько лет назад ты приехал сюда, в Канаду? Уже третий год прошел, начался 4 февраля. И вы приехали, когда уже шла учеба, или вы начали новый учебный год, в сентябре? Нет, мы приехали, и мой младший брат и сестра пошли сразу в школу. Моя сестра пошла в садик, а я подождала несколько недель, и меня записали в школу на 5 класс, чтобы я не отставала во французском языке в 6. И имела время садаптироваться. А классы здесь, в Канаде, соответствуют по возрастам таким же классам, как и на Украине? Или другое соответствие? Нет, здесь мне продвинута учеба. Например, когда я сюда приехала, мне очень помогло то, что я уже была на год лучше в математике, чем здешние дети. Это мне очень помогло во французском языке. То есть я ни от кого не отставала. И просто они уже учили таблицу умножения, или я уже не помню, что именно. Потому что я не понимала ничего во французском языке. То есть предварительно, прежде чем ты пошла учиться, тебе в школе сделали тестирование? Нет. Тестирование не было? А как ты определила, как школа определила, что твои знания выше, чем у твоих ровесников? Ну, я не знаю. Это лучше моей маме спросить. Когда я пришла в школу, то я училась на ходу, мне оставалось три месяца до конца пятого класса. И мне просто специально отдали, чтобы я именно поднялась во французский язык. А, хорошо. И я во время уроков некоторых и шла на французацию. Это когда специальный учитель французского языка приходит и занимается именно французским языком специально с тобой. Чтобы я могла ориентироваться, но я все равно очень плохо говорила и плохо понимала. И сколько у тебя времени ушло для того, чтобы ты стала себя более-менее уверенной чувствовать в классе и со своими одноклассниками в языке? Ну, это уже началось где-то в шестом классе. Сколько примерно прошло времени от момента начала изучения французского языка? То есть я правильно понимаю, что когда ты приехал сюда, ты вообще ни слова не знала по-французски? Нет. Вообще ни слова? Только знала слово «привет» по-французски всем. Понятно. И «комон, сова» и все. И сколько потребовалось времени для того, чтобы ты вот с нуля, получается, стала более-менее нормально узнать французский? Ну, я где-то прошла шесть месяцев, но это только благодаря не французации, а именно тому, что я очень много говорила. Я познакомилась с одной девочкой, моей соседкой, которая жила возле меня, и благодаря ей я подняла свою... ну, я лучше начала говорить по-французски, потому что мы очень-очень много говорили на французском языке все лето. Все лето мы провели вместе, и благодаря этому я начала лучше понимать. Она мне объясняла каждое слово и лучше говорить. Понятно. И вот сейчас ты учишься... Примерно сколько времени в день ты проводишь в школе? Сколько времени у тебя приходится на подготовку домашнего задания? Ну, я сейчас во втором секундере. Объясни, пожалуйста, что такое секундере? Что это за принцип? Хорошо. Школа начинается с матернерия. Матернерия – это типа как подготовка... Подготовка до первого класса – это как подготовка. Вы учите ее. Вы там сильно ничего не делаете, да, мам? Потом вы рисуете, вы садаптируетесь к первому классу до учебы. И это заканчивается в шестом классе. И потом седьмой – это первый секундер. У них называется... Это уже другая школа. Это старший класс. С седьмого до одиннадцатого, видимо. Потому что заканчивается в пятом секундере. И я сейчас в восьмом классе или во втором секундере. И мы... Какого класса была? Как вы тут строите систему с секундерами? Чем она отличается? Каким годом она соответствует возрасту какого? Ну, ты сказала, что второй секундер соответствует восьмому классу примерно. Да. Сколько всего секундеров? Пять. Пять. И заканчивается школа в каком возрасте получается? Где-то в семнадцать восемь... Ну да, где-то в семнадцать восемьдесят. Понятно. И вот, собственно, вопрос был еще по поводу того, сколько времени ты в день учишься в школе? А, да. С какого времени и по какое время? Да. И я сейчас в втором секундере. И мои уроки начинаются в девять-десять. И заканчиваются в четыре... Без пяти четыре. Но у нас есть время обеда. Это с без пяти двенадцатого до часа дня десяти минут. Извини, что я прибиваю. Вот время обеда вы едите в столовую, то есть там как бы есть кухня какая-то. Вы платите деньги за еду или же родители платят деньги как некий абонемент, да, некую сумму за месяц и вас кормят, а потом вы не платите никаких денег физически. Или вы приносите еду с собой и просто пользуясь тем, что там есть столы, стулья, садитесь и едите свою домашнюю еду там. Как все происходит? Есть девочки, как я, которые приносят с собой боталанч, такая сумочка, да, специальная, куда ты кладешь свой обед. Термос с едой, колосьон, это яблоко такое, чем можно перекусить между занятиями. И вы это едите. Но есть девочки, которые, вот как вы говорите, платят, их родители платят заранее уже деньги. Раз в месяц, да, какой-то, или раз в неделю. Да, раз, да. И они выбирают уже заранее свои, то что они, нет, они еще не выбирают. И они просто проходят через сурвьянт, это тетя, которая следит, да, и она смотрит. Девочка называет свое имя, и она смотрит. Если в списке ее имя, если есть, то она проходит, и ей дают еду. Или же девочка берет еду и покупает, и платит налично. Вот так вот. И до скольки потом учебы? Вот вы поели, да, по первому вы кушаете, да? Ну, мы поели, в секундаре это более, более свободная программа. У нас нету сурвьянтов, которые за нами следят, и все такое. Во время обеда это как отдых. Отдых. Ты можешь сделать домашнее задание, можешь пойти в библиотеку, выйти на улицу. Ну, всего час времени. Да. То есть в час десять, это наш последний звонок, и в моей школе мы уже должны быть в классе, готовы, когда последний звонок. Еще есть рекреацион, это перемены, которые длятся 15 минут. А сколько урок длится? Ух, не знаю точно, я сейчас посмотрю в своем маженде. Урок длится, первый урок длится от 9.10 до 10.25, второй урок начинается в 10.40 и до 11.25, потом обед. Потом третий урок начинается в 13.10 и заканчивается в 14.25. И последний урок начинается в 2.40 и заканчивается в 15.55. Ну вот, без 5.4. Вот у нас такие вот большие дневники. И вот так. У каждой школы свой дневник. Повыше чуть-чуть. Каждый год. Каждый год меняется обложка. И пиши свое имя, адрес, если потеряется. Сзади еще есть просто листики для карта Канады, карта МИЛ. Ну, развлекательные составляющие. Понятно. Так, и получается, ты приходишь домой. Кстати, важный вопрос. Вот все видели в фильмах вот эти большие школьные автобусы. А, да. По какому принципу детей сажают или не сажают в эти автобусы, доводят и разводят потом, доводят до школы, а потом разводят обратно по домам? Ну, у нас в начале года, ну, это не обязательно должно быть в начале года, ты платишь деньги за карточку автобусную. Сколько это стоит примерно? Я не знаю, сколько это стоит примерно. Это годовой, да? 127 долларов за год? А там году 160. 127 долларов, 160 за год. Это зависит от района, если ты далеко живешь, что ты живешь. А, понятно. Дистанция тоже влияет. Дистанция влияет на сумму, сколько ты заплатишь за год. И, как вы уже поняли, это желтые огромные автобусы, именно для школьников. То есть, у тебя есть карточка. А там, кстати, извините, что перебиваю, в один автобус заходят абсолютно все дети всех возрастов или для какого-то возраста там свой автобус ходят? Всех возрастов. По-моему, прямая же отдельная ест, Саша. Ну, зависит, какая школа. Каждый автобус ведет свою школу. Сейчас я покажу вам карточку. У меня есть. Есть где-то. Сейчас я покажу прошлогоднюю карточку. В прошлом году и в этом году то же самое. Только меняются цифры. Все такое. Вот она где-то такая вот. Это прошлогодний, так что у меня фотография не очень вышла. Так, и? И вот тут моя фотография, чтобы могли точно знать, что это я. Сверить личность. Тут мое имя и фамилия, школа, где я учусь, год, год карточки, с какого года началось. Учебный год. Учебный год, да. Когда я могу, до какого года я могу ее использовать. Вот тут 12-13 год. То есть уже я не могу ее использовать. И вот по поводу, по какому принципу? И здесь внизу написано, утром какой я автобус беру. Поскольку я далеко, у меня школа находится, то я делаю трансфер для литобус. Это я меняю автобус. Я беру два автобуса. Есть школа Триоле. Это одна из школ, где меняются автобусы все. И вот я утром беру 84-й, я доезжаю до Триоле. И там меняю на 93-й автобус. Он уже стоит там. И все автобусы, которые там где-то этот трансфер ждут, они стоят там все, пока последний не приедет. И я меняла на 93-й. А вечером я беру другие автобусы. И на 93-й я доезжала уже до моей школы. Вечером другая система. Я брала стоянку. Я брала 93-й автобус, который уже ждал до определенного времени меня. И меняла в Триоле на 171-й, который довезил меня до моей остановки. Но это не обязательно, чтобы остановка будет именно возле вашего дома. У меня в прошлом году остановка была очень далеко. Ну, не очень далеко, но далеко. Нужно было пройти где-то 6 минут ходить. А школа вот отвечает за вас, пока она вас перевозит? Кто отвечает за то, чтобы дети были в безопасности, чтобы у меня ничего не случилось? Ну, я на этот вопрос не могу вам ответить. Это не моих. Скорее всего, наверное, школа все-таки отвечает за... Скорее всего, да. Потому что... Ну, я не знаю, но скорее всего, да. Итак, хорошо. Вот автобус тебя привез обратно вечером. И сколько у тебя времени уходит на то, чтобы... А, вот еще тут сзади написано время, когда... Время, когда приезжает утренний автобус. И улица. И наверху написано улица. Где вы должны брать ваш автобус утренний. И где он вас высадит. Хорошо. Сколько у тебя уходит времени для того, чтобы дома приготовить домашнее задание? И насколько их много, этих домашних заданий, и они сложные? Ну, зависит, какой предмет. Математика, я бы не сказала, что это очень сложный. Мне очень нравится предмет, и он для меня, он кажется, легким. Учит нам... Когда нам объясняют предмет, да, он... Они объясняют очень детально учителя. И дают домашнее задание, потому что мы выучили. Бывает это много номеров, бывает мало. Но также не всегда дают нам домашнее задание. Бывает... Дают два-три раза в неделю. В секундаре. Но в пример, это от первого до шестого класса, дают где-то раз в неделю домашнее задание. То есть нечасто. А сколько вообще учебный год длится? С какого месяца он начинается? Когда он заканчивается? Сколько каникул в течение года? Какие неподлительности? Во-первых, какой учебный год? Когда он начинается? С какого числа? Хорошо, сейчас вам расскажу. Он начинается в августе, в сентябре когда? Сейчас начинается... Начинается 28 августа. И до какого месяца? И до... Сейчас скажу... Ой... Кажется, он заканчивается до июня. Сейчас вам скажу, в каком... Маге. Вот. И заканчивается 15 мая. Нет, не 15 мая. И заканчивается где-то 20 июня. Ну, потому что между 16 до 20 июня это финальные экзамены. Именно вся неделя это одни экзамены у меня. Вот почему. И сколько каникул? Сколько раз в течение учебного года? Релатш? Семенда, релатш? Сколько раз? То есть и зимние... Да, да, да. Ну вот и зимние... Зимние каникулы... Это когда? И сколько по времени? Они начинаются... Декабрь... Двадцать... Нет. Двадцать первого декабря, но это суббота. И заканчиваются 30... Не, не 30, а 6 января. Есть весенние каникулы. У меня сейчас весенние каникулы. Они начинаются... Начинаются... В субботу... Ну, не в субботу, но 1 марта. Где-то так. Ну, 1 марта. И заканчиваются 10 марта. То есть 1 неделя. И... Есть летние каникулы, которые длятся... Где-то... Где-то месяц... Раз, два, три, четыре... Два месяца. Окей. Два месяца. Редактор субтитров А.Семкин